всем привет с вами юлия и мой факультет рукоделия девочки в этом видеоуроке я решила записать для вас мастер-класс по плетению колечка из бисера так как в личные сообщения мне приходит много запросов по поводу того чтобы я сделала урок по плетению колечек я решила все-таки его записать и недавно буквально я связала себе набор из жгутов вот таким вот бисером это тоха раунд 11 номер pf 558 вот у меня осталось буквально ну не знаю одна треть наверное от пакетика может пол пакетика от 10 грамм и я из этого бисера сделаю себе однотонное колечко сразу же хочу сказать у меня уже есть видео по плетение колечек по схеме так что я оставлю для вас ссылочку в описании вы туда перейдете и посмотрите еще один урок сразу два урока вы получаете можно сказать в одну и так насыпаем бисер на рабочую поверхность у меня это сами видите коврик кулинарный очень удобно на нем работать потому что он покрыт силиконом и бисер по нему никуда не убегает дальше нам с вами понадобится иголочка сильно длинную иголку я думаю не стоит брать вот такой иголочки хватит и бывают иголки с маленьким ушком и вот с таким вот широким ушком сейчас я вам покажу раскрою ее вот вот такая вот иголочка бывает вот эту иголка будет очень хорошо держать ниточку я это очень-очень люблю то есть смотрите так вот заводим мононить в иглу и вот как не дергай мононить у меня из иголки не выпрыгивает то есть если я в обыкновенное ушко заправлю мононить то она будет скользить по ушку и мне придется следить за тем чтобы мононить у меня хвостик мононити не выпал отматываем для колечка ну примерно полтора метра пусть будет мононить который я буду плести толщина по моему 015 вот очень жалко что на упаковках ничего не пишут на память не всегда бывает можешь вспомнить по моему 015 итак начинаем плести смотрите я хочу получить колечко 8 бисерин ширину поэтому я сейчас набираю 8 бисерин 4 5 6 7 8 все эти бисеринки отправляем вниз плетение здесь внизу оставьте хвостик чуть подлиннее для того чтобы потом можно было спокойно им завязать чтобы вам было удобно все вот они наши 8 бисерин вот у меня там хвостик здесь рабочая нить теперь набираем по одной бисерине набрали здесь вот я одну пропускаю бисерину захожу во вторую снизу так вот что то такое у нас тут получилось какой-то у нас треугольничек сплелся вот видите дальше придерживают треугольничек набираю еще одну бисерину и снова прохожу вот видите выходит у меня ниточка одну пропускаю захожу в следующую бисерину так мы с вами поставили уже две бисерин и вот какая фигурка у нас получается надеюсь вам видно набираем еще одну третью бисерину снова пропускаем одну и в следующую заходим иголочкой так смотрим вот что у нас уже снова набрали бисерину прошли в крайнюю то есть у нас четное количество бисерин и посмотрите мы начали вот здесь внизу две бисерины вверху 1 все хорошо начинаем следующий ряд теперь мы будем проходить вот в эти вот ячейки которые у нас получились вставлять новые бисерины да по одной набираем вот у нас ниточка выходит отсюда вот здесь вот появилась ячейка вот выступающие бисеринки мы проходим иголочкой итоге у нас плетется такое я бы сказала полотно новую бисерину набрали прошли выступающую бисерину то есть сейчас в каждом ряду мы будем делать одно и то же набрали одну зашли выступающую набрали одну зашли выступающую бисерину вот вот что у нас получилось начинается следующий ряд и его мы плетем точно так же вот выступающую бисерину заходим наша бисерина встает следующий ряд девочки специально для новичков выбрала четное количество бисерин для того чтобы вы тут не путались вот начинаете с такого колечка и у вас все логически будет получаться то есть все бисерины будут вставать на свои места тут путаться негде а если вы решите плести по схеме и эта схема будет иметь в своем так сказать рапорте до нечетное количество бисерин то я показала вот в том видео которое у меня уже есть на канале как заканчивать ряд и начинать новый то есть там немножко по-хитрому встает бисеринка одна так что кто никогда еще пока не занимался бисероклетением первый раз взял иголочку в руки с бисером до начинаете с четного количества бисерин в ряду когда вы поймете как плетется колечко переходите к более следующих так сказать не сложным но к следующим уровнем да все я теперь плиту таким образом нужную мне длину то есть это у нас ширина кольца будет мне нужно сплести вот так вот вокруг то количество рядов которая подходит моему размеру ну что девчонки как вы там я надеюсь все у вас получается догоняйте вот у меня уже сплелся вот такой ремешочек красиво смотрится прям бисеринка к все ровненько красиво и хочу сказать вам девочки что вы в данный момент освоили мозаичное плетение и сейчас мы будем делать примерку смотрите выбирайте на какой пальчик вы хотите это колечко да и нам нужно его измерить учитывайте то что вот совсем чуть-чуть есть натяжение но оно такое не совсем как с резиночкой да то есть у вас кольцо должно проходить на пальчик имейте ввиду что самое широкое место у пальчика бывает и в этом месте нужно сделать наши замеры вот смотрите я прикладываю сейчас кольцо прикладываю плотно потому что вот когда он уж чуть-чуть тянется и вот я смотрю у меня могут это как раз получается 22 ряда нужно еще доплести вот видите вот думаю два ряда и будет самое то так продолжаю плести да вы помните что у нас каждый ряд плетется по одной бисерине и проходим мы через выступающие бисеринки предыдущего ряда и вот тут смотрите для того чтобы нам сейчас замкнуть наше колечко в кольцо да колечко в кольцо нам с вами нужно чтобы крайне вот эти бисеринки у нас сошлись сейчас я вам скажу одну хитрость но сначала вот давайте попробуем это сделать вот я его прикладываю края и видите да у меня идет несостыковочка здесь торчит бисеринка и здесь они вот никак не входят друг в друга то есть нам нужно делать так чтобы вот бисеринки вот в эти промежутки свободные зашли то есть для того чтобы сошлись у нас края мне нужно сейчас проплести еще один ряд но теперь я вам скажу такую хитрость для того чтобы вы знали сразу в каком месте в каком ряду вам остановиться смотрите начальный хвостик у меня сейчас вот тут сверху видите с этой стороны смотрим моя рабочая нить вот видите также находится сверху и чтобы ваши стороны сошлись вам нужно сделать так чтобы один кончик выходил в одну сторону во второй кончик в другую тогда у вас получится состыковка которая вам нужно так набираю новую бисерину и плиту еще один ряд да я там как раз посмотрела мне нужно два ряда так все теперь у меня ниточка выходит снизу начальный хвостик сверху и вот это колечком когда мы замкнем все здесь станет на свои места что теперь делаем смотрите вот я то есть здесь бы мне нужна была новая бисеринка для нового ряда но я прохожу в бисеринку которая выступает у меня с противоположной стороны да дальше смотрите я прохожу вот в эту выступающую бисерину из нее вот в эту я надеюсь вы уже поняли да что мы делаем мы соединяем только аккуратно смотрите чтобы ниточку у вас нигде не запуталась смотрите где она выходит и в бисерину выступающую с противоположной стороны вам нужно будет заходить ниточку очень не видно поэтому старайтесь ее всегда подхватывать и смотреть по натяжению где она у вас чтобы тут узелков никаких не наплести да не запутаться так вот бисерина в которую я прошла теперь мне вот сюда нужно вот сюда вот сюда все мы соединили стороны колечко сейчас еще раз можно примерить точно ли у вас получилось колечко по размеру вот у меня все все хорошо получилось снимаем колечко и теперь нам нужно закрепить ниточки так смотрите вот выходят две нити 1 у нас хвостик другая рабочая нить и по так скажем по рисунку их можно было бы здесь завязать но я не хочу делать никаких узлов поэтому начальный хвостик нити мы к нему вернемся я пока в сторонку отвожу да и вот здесь захожу в ту бисерину из которой выходит вот этот вот хвостик у нас теперь вот этой рабочей ниточкой там где у нас выходит нить смотрим проходим несколько бисерин вот можете прям куда попадает иголочка вот туда и и заходить но главное чтобы у вас никаких петель тут не получилось да заходите в рядом стоящий бисерин то есть мы сейчас должны закрепить наше плетение и увести ниточку подальше на куда-то побродить по бисеринкам можете вверх подниматься вниз так вот у меня выходит ниточка пойду в другую сторону и и так же вот смотрите у меня получилось зайти сразу в три бисеринки это нормально все хорошо в другую сторону сейчас можно пойти в эту сторону сходить можно и еще знаете что можно сделать вот выходит у меня ниточка то есть там у нас между бисеринами есть ниточки которые точно так же проходят ну как бы между рядами вот я завела туда иголочку продела нет сделала петельку и завязала узелок сейчас опять смотрю где у меня выходит это нить и еще раз блуждаю по бисеринам вот таким образом можно сделать несколько узелков туда-сюда туда-сюда походите вот этой ниточкой как можно чем больше стежков вот вы сейчас сделать затем надежнее у вас будет закреплено вот это плетение дальше я вытащу рабочую нить из иголочки подхвачу делал у меня вот он у меня хвостик нет это не он подхвачу хвостик нити который у нас остается здесь и то же самое проделаю с этим хвостиком то есть вот тут аккуратно зайду в соседнюю бисерину чтобы она у меня подтянулась здесь и похожу сквозь бисеринки кое-где делая вот такие вот незаметные прям вот в середине между рядами где-то ниточку подхватили и так далеко не шагайтесь у вас одна ниточка была зацеплена сделали узелочек и пошли дальше по бисеринкам вот таких несколько узелочков сделайте ваше плетение будет надежным и никогда не рассыплется не распустится все мои колечко в принципе готова я желаю вам наплести таких красивых колечек каких вы только захотите напоминаю что в описании под этим видео я вам оставлю еще один мастер-класс где вы сможете уже со схемами сплести такое колечко девчонки я надеюсь что все очень понятно объяснила так что мне остается пожелать вам только приятных рукодельных вечеров надеюсь вы не забыли подписаться на канал и нажать на колокольчик чтобы получать оповещение о новых видео и также поставили свой лайк это недолго а мне будет приятно на сегодня я с вами прощаюсь с вами была юлия и мой факультет рукоделия пока пока